Алтайский край – первый регион России, который представил жителям проект Герои спецоперации. Здесь портреты и подвиги 16 героев России. 13 из них награждены посмертно. О жизни и подвиге героев повествуют короткие новеллы. Сами сюжеты были отрисованы студентами Университета Синергия. Собственно, сами студенты выступили инициаторами создания этих сюжетов именно в графических новеллах. А университет и преподаватели поддержали и придали им должную форму, образы, которые вы можете увидеть уже у нас. Всего за полгода студенты отрисовали 24 новеллы. На выставке же представлено 15. 16-й портрет Олега Шипицына, нашего соотечественника из Рубцовска, отрисовали не так давно и отправили к нам в краевую столицу, Накануне в галерею приезжал его брат и поделился историей бойца. В составе пяти человек на военной технике он ехал на спецзадание, где они попали в засаду. Трое человек сразу погибло. Двое из них дали боевикам бой. Бой они вели до последнего патрона, когда осталось всего две гранаты. Олег Александрович притворился погибшим и когда боевики подошли к нему, развернув ее, он активировал две гранаты, таким образом подзорвав себя и их. Новеллу о подвиге Олега Шипицына планируют отрисовать в ближайшее время. Это история о реальных людях и реальных подвигах. Иллюстрации создавали на основе портретов бойцов, а сюжеты и диалоги с рассказов самих героев и их сослуживцев. Увидеть и познакомиться со всеми историями можно на сайте герояспецоперации.рф Я считаю, что важно знакомить с современными героями нашего общества, детей в том числе, подростков, потому что это все-таки тот же самый патриотизм, чтобы наши дети знали героев в лицо. Открытие выставки посетило около ста человек. Экспозиция работает для всех желающих до конца месяца. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.